Новогодний подарок не удался. Да, последний домашний матч года хоккеисты Сибири проводили против уфимского Салавата Юлаева и уступили 1-3. Это поражение прервало двухматчевую серию побед новосибирцев и подарило шанс конкурентам оторваться в борьбе за плей-офф. Александр Шиудила подробнее. Приезд одной из самых ярких атакующих команд Восточной конференции в Новосибирск изначально был явно сложнейшим матчем домашней серии. После Амура противостоять хоккеистам уровня Ларсона и Хартикайнина задача не из простых. Тем более в гостях Сибирь уже уступила уфимцам дважды в нынешнем сезоне. Но была и хорошая новость. Антон Красоткин вернулся в ворота после травмы. Братарь Сибири пропустил первым после мощного броска Кулидова. Впрочем, хозяева сумели восстановить паритет еще в первом периоде. На этом радость болельщиков закончилась. На стыке периодов Сибирь дважды получила шансы в большинстве, но не сумела ими воспользоваться. А гости провели мастер-класс, реализовав лишнего со второй попытки. Был хороший настрой в первом периоде, хорошее движение было у команды. Не скажу, что в этом каких-то эмоциях мы провели. Конечно, может быть, не хватало какой-то драки, чтобы перевернуть игру. Это, может быть, не хватало. Ее нужно было это сделать. И могла игра перевернуться. Но хотя по броскам, по статистике надо использовать большинство, я считаю, особенно, которое было за шесть минут. Забивайте гол и сравните игру. Еще одно удаление соперника новосибирцы не использовали в начале третьего периода. Гости ответили тем же. Развязка наступила за пять минут до сирены. Гранлунд оформил дубль и установил окончательный счет 3-1. Говоря о лидерах, прежде всего, привлекают внимание легионеры. В домашней серии Пустинин забросил дважды, а у Роохамы одна передача. Несмотря на статистически нормальные показатели, качество хоккея финнов оставляет желать лучшего. Слабую игру связки наставник Сибири объясняет усталостью после матчей за сборную. А вот сами легионеры не могут найти подходящих слов. Да, я слышал, что есть мнение, что я стал чаще ошибаться, но я стараюсь создавать шансы для партнеров, и мне кажется, у меня это по-прежнему получается, так что не знаю. Вместе с выходными завершился и период до заявок в КХЛ. Сибирь после расторжения контракта с Йормакой так и не сумела подписать пятого легионера. Остается ждать лишь возвращения после травмы от Дэла. 2020-й Сибирь завершает не в лучшем настроении, но время исправить ситуацию в таблице еще есть. Не получилось порадовать своих болельщиков под конец года и Локомотиву. Клуб был близок к финалу Кубка России, но отдал сопернику, казалось, уже выигранный матч, уступив на тайбрейке московскому «Динамо». Начало встречи не предвещало такого исхода. Локомотив на всех парах мчался к финалу, легко забрав первые два сета. В составе новосибирцев не было ни одного игрока, кто не набрал бы очков с подачи. Всего железнодорожники за это время сделали восемь эйсов. Лидировал Локомотив и по ходу третьей партии 19-15. Но после игра новосибирцев полностью разладилась. Пропала подача, посыпались ошибки. «Динамо» вытащили, казалось, уже проигранный сета, а потом на эмоциях и весь матч. Как ни пытался Пламен Константинов достучаться до своей команды, у наставника ничего не получалось. Болгарский специалист после встречи признался, у его команды просто не хватило характера. Пропала уверенность, которую найти так и не смогли. Похожая ситуация уже случалась с Локомотивом в начале месяца. Тогда, ведя в счете, новосибирцы на тайбрейке уступили Трентино в Лиге чемпионов. Причем уступили разгромно, набрав пятой партии всего два очка. В этот раз игра завершилась не так плачевно, но все же поражением Локомотива. «Динамо» в свою очередь вышла в финал, где в трех сетах взяло верх над «Зенитом» из Санкт-Петербурга и завоевала Кубок России. Кстати, впервые за семь лет его выиграл не казанский «Зенит». Шанс завершить 2020 на победной ноте у Локомотива еще есть. Заключительный матч года железнодорожники проведут 29 декабря в Казани против местного «Зенита». На сегодня это все новости новосибирского спорта. В студии для вас работала Кристина Лата. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин